Я так и не провел это лето. Это оно провело меня, как и всех нас. Первые два месяца оно убеждало нас, что вообще никакого лета не будет. Морозило, било градом, пугало ураганами. Потом, когда мы окончательно смирились, вдруг решило начаться. Но как-то истерически, вне всякой уверенности в завтрашнем дне. Казалось бы, взял чемодан и через три часа ты уже там, где лето, как у всех нормальных людей. Нет. Настоящее лето – это когда дома, на даче, на терраске. Я, извиняюсь, за городом живу. Слово «дача» не имеет аналогов в английском. Так и будет «дача». Это же не просто так. И все равно заведенного миропорядка никто не отменял. Сначала с участка исчезает снег. Это всегда происходит резко и заметно. Вчера был, сегодня уже нет. От черной мокрой земли поднимается пар и сумасшедший запах. Запах жизни. Собаки носятся грязные и счастливые. Через несколько дней земля подсохнет, появится первая травка. Еще два-три дня, и деревья покроются нежнейшими полупрозрачными зелеными облаками. Уже ни почки, еще ни листья. Это безумно красиво и очень недолго, поверьте. И вот тут самое время готовиться к главному весенне-летнему празднику. Дню полета майских жуков. Не слышали о таком? Первым делом потребуется тихий и ясный вечер. Здесь и сейчас. И он придет, не сомневайтесь. Он даже в этом году случился. Один. А больше не надо. Соответственно, вечеру подбирается компания друзей. Друзья должны быть самые лучшие, поэтому компания будет не очень большой и шумной. Исходя из размеров и преференций компании определяется стол. Стол тоже должен быть не слишком изысканным и обильным. Вы, в конце концов, не пожрать собрались. Хотя праздник есть праздник, и принижать его тоже не следует. В общем, у меня в этот раз было так. Последние соленые рыжечки, крепенькие, ровненькие, шляпки проходят в горло бутылки. Слабо соленая тихоокеанская сель с красным сладким луком, под деревенским подсолнечным маслом с безумным запахом семечек, а к ней в маленьком чугунке совсем молодая картошка, в тоненькой еще почти прозрачной шкурке, умощенная сливочным маслом, укропом и толченым чесноком, большое блюдо с зеленью, только-только появившаяся черемша. Даже не думайте обойтись без черемши. Кинза, цесмата, зеленый лук, редис, спелые южные помидоры, тут же деревенские сыры с Грузии и Ля-Сити. В довершении баранье корейка печется в тандыре 15 минут. Не более того, не пересушите. Напитки к такому демократичному столу могут быть разные, но шато латур я бы не рекомендовал. Давайте не будем выпендриваться. Да, вот еще что важно. Стол, за которым вы будете сидеть, непременно должен располагаться под открытым небом, на террасе или в саду. И чтобы полоса этого открытого неба над вами была значительной. Хорошо, если где-то неподалеку растут березы. Садиться за стол, предлагая не раньше восьми. В конце мая темнеет уже поздно, и если пересидеть, то есть опасность, что к моменту наступления главного события гости потеряют чуткость, и внимание их рассеется. Хорошо, если застольная беседа будет доброй, легкой и позитивной. Разговоры на тему «Дожили, блин?» и «Нет, с этим надо что-то делать» на данном празднике неуместно. Постарайтесь настроиться на созерцание. И не заводите разговоры о майских жуках раньше времени. К девяти солнце скроется за деревьями, ветер окончательно стихнет, ваш сад станет похож на декорацию из старого мхатовского спектакля. Если ни один листок на деревьях не шевелится, и небо темнеет с каждой минутой, уходя из розового в лиловое, можно сообщить гостям о главной цели вашей встречи. Гости к этому моменту уже выпили, закусили, кто-то закурил, кто-то увлекся беседой, и, скорее всего, они вам не очень поверят. Какие майские жуки? Майские жуки – это в детстве, в добрые советские времена. Не старайтесь их переубедить. Ждите. Майский жук, как и Вальшнап, совершает полет в поздних сумерках, почти в темноте. И вот, слышите, первый, он летит прямо над столом. Он летит и гудит, как маленький большой трансформатор. Он только что вылупился и летит, пока не уверенно. Его можно сбить ладонью. Только зачем? А вот навстречу ему еще один. И на несколько минут в гаснущем небе их становится много, очень много. И гости ваши замолчали, устыдившись своего неверия и потрясенные величием картины. И только как дети тыкают пальчиками. Вон еще, и вон, и вон. И вот тут надо поздравить друг друга с наступлением еще одного лета и налить каждому и выпить. За любовь, например. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...